Приветствую вас. Я бы вам предложил для начала изучить, наверное, треугольник Карпмана, вот, и увидеть в нем себя, увидеть в нем своего молодого человека, увидеть, что отношения ваши, они выстраиваются именно по тем законам, которые описаны в треугольнике, вот, то есть по закону человечества, а Паш парень это такой агрессор своего рода, а соседи вокруг и все люди это, соответственно, спасители. И мы выступаем также в роли спасителей ваших, вот. И до тех пор, пока вы будете, условно говоря, ну, требовать спасения, нуждаться в спасителях, ситуация не изменится, то есть вы так и так будете чувствовать себя, ну, всегда вы будете чувствовать себя незащищённые, всегда вы будете чувствовать себя какой-то вот такой обиденный, унизенный и так далее. У молодого человека существует агрессия, в том числе аутоагрессия, что говорит о том, что человек с вами, именно с вами человек не чувствует себя как-то свободно, что ли, вот, что говорит о том, что человек не чувствует себя с вами естественно, не ведёт себя с вами естественно по тем или иным причинам, вот. Это не хорошо и не плохо, это просто такая вот данность, которую следует принимать во внимание, вот. И, соответственно, молодому человеку необходима помощь, ему необходима помощь специалиста, ему необходима помощь психолога, вот, чтобы понять природу его агрессии. И дело не в том, что он извиняется сейчас за то, что он всё сделал и хочет всё восстановить, к примеру. А дело заключается в том, что ситуация, скорее всего, повторится без какой-либо работы, без какого-либо вмещательства со стороны специалистов в этом контексте. Если вы не хотите повторения этого, то очень желательно, чтобы вы ему поставили чётко на самом деле условие, что если ты не обратившись к специалисту, то я, например, с тобой больше жить не буду, потому что элементарно боюсь за себя, за здоровье и так далее. Но вопрос заключается в том, значит, насколько вы готовы отстаивать свои ценности, да, насколько вы готовы отстаивать свои интересы, вот, и готовы ли вы это делать? Я понимаю, потому что, ну, опять же, есть такое ощущение у меня, что вы не готовы этого делать. что вы не готовы отстаивать себя, что вы не готовы отстаивать, ну, то, что вам интересно, понимаете, какая штука. И дело здесь не в том, что вам делать, а дело здесь именно в том, как вы, именно вы видите для себя дальнейшее свое поведение, как вы видите для себя дальнейшие, ну, свои действия, вот, вне зависимости от того, как человек будет себя вести, вот, вне зависимости от этого, понимаете. Вот это, на мой взгляд, очень важно понимать. И если вы для себя вот это поймете, если вы для себя с этим разберетесь, вот, то в таком случае, в таком случае, ситуация, конечно, будет лучше, ситуация, конечно, в таком случае изменится, и вы сможете себя защитить, конечно, конечно же. Другой вопрос, другой вопрос, да, будете ли вы реально это делать, вот, понимаете, какая штука. Потому что, я, опять же, не хочу ничего сказать, да? Про вас, вот, негативного, но, мне кажется, что вы не готовы для себя, да, не готовы для себя что-то делать. Вот. А это очень важно, потому что, если вы не готовы защищать, допустим, свои интересы, вот, то их не будет готов защищать. Защищать, защищать, по сути, по сути, это дело никто. Вот. То есть, это только ваши, исключительно ваши продвигатели. Вот. Умение защищать себя, умение продвигать свои интересы, напрямую зависит от самооценки. И если она у вас низкая, то вам будет, соответственно, сложно очень это сделать. Вот. Такая вот история. Поэтому, в первую очередь, здесь вопрос, конечно, к вам, насколько вы себя опениваете и, собственно, на всем основе ваш страх. Ну, как мне кажется, что больше вы переживаете за то, что мужчина, грубо говоря, с вами не поедет, вот, в какую-то поездку, да? Вот. Которую вы, ну, которую вы хотели бы, хотели бы, хотели бы, вот. Отдругаться, что проблема, она больше в этом включаться, чем, например, в том, что вы переживаете, допустим, ну, допустим, вы переживаете по поводу того, что это может повториться. Опять же, опять же, я могу ошибаться, да, я могу быть не прав, я это понимаю, но мне кажется, что ответить вам можно примерно так. И, соответственно, принимать решение относительно того, что вам делать дальше, только вам. То есть, что делать, чтобы что? Если, если, допустим, вы хотите защитить себя, да, если вы хотите защитить себя, то вы хотите защитить свои, ну, вот, как вы правильно сказали, ну, свою площадь, да, свое селье и так далее. Если вы хотите это защитить, то тогда, безусловно, не нужно вам с молодым человеком находиться в отношениях, вот, сейчас, особенно. То есть, ставить ему жесткие условия, что, если, вот, ты не, ну, если ты не будешь работать с психологом, да, то мы с тобой больше не будем вместе, вот. Да, это жестоко, жестоко, да, это может быть эгоистично, но, типа, я хочу защитить себя, вот. А если вы хотите разобраться в себе, да, если вы хотите разобраться в себе, вот, то в таком случае, в таком случае, если вам хочется разобраться, разобраться в себе, что в таком случае, имеет смысл, опять же, поработать со специальством, да. Ну, и последнее, что вы можете сделать, это гармонизировать отношения, то есть, посмотреть, что вашему молодому человеку, что вашему молодому человеку может не нравится, что его может напрягать, что он, вот, ведет себя так, потому что агрессия на ровном месте не бывает. Агрессия, если она случается, да, если она происходит, то у него всегда есть причина, и причина заключается в том, что человек чувствует угрозу, человек переживает такую, вот, можно сказать, неотреагированность. Агрессия на реагированность, ааа, чего-то. Именно, чего-то. Понимаете? Вот. Ну, то есть, вот, с этими аспектами можно и нужно работать, да. Вот. Вот. По мере вашего, скажем так, желания. И это желание такого, и это желание такого у вас есть и будет. Вот. Вот. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго, удачи, и надеюсь, что ситуация разрешится. Спасибо за просмотр! Удачи! Удачи!